так еще про харьков но не про эпицентра просто менял там сибирский это не знаю сибиряк это или просто никнейм такой спрашивают почему харьков считают русским городом я как харьковчанин отвечу на это ровно по той же причине потому что некоторые считают что украины создал ленин да у меня есть универсальный ответ на этот вопрос почему так некоторые считают личный мой афорида некоторым то что считал извилинами оказалось годовыми кольцами вот некоторые люди у них вместо извилин годовые кольца понятно я не считаю что харьков русский город я вам просто объясню на очень простом примере почему это не так харьков называют первой столицей некоторые почему его так называют потому что там у нас и здание там есть там первая столица не знаю сейчас существует нет потому что с 19 года харьков был столицей украинской советской республики потом стал столицей украинской советской социалистической республики и киев нынешняя столица украины стал столицей у ссср только 1934 году понимаете теперь смотрите вам не кажется нелогичным называть столицей украины русский город харьков русский город харьков почему не самарканд ну допустим назвать русским городом то есть представляете себе столица столица там столица узбекистана самарканд это русский город самарканд конечно не столица узбекистана но просто он там сколько 500 700 лет до рождества христова было снова но назовем его русским городом хотя конечно никакой россии не существовало до петра первого до российской империи неважно не будем сейчас за это цепляться ничего не мешает людям просто ляпать что не попадя вы же сибирский вы же где вы говорили что учу историю харьков основала екатерида великая пока вас не ткнул носом то что харьков 1654 года основания и то есть получается что ерика тирида супер великая основала его за 75 лет и сдала указ о его создании до своего рождения что конечно делать ее еще более великой так же как и владимир владимирович про украину создали но как-то у меня же в харькове стоит памятник на харьковском мосту трехсотлетию объединения украины с россией к трехсотлетию бы объединение украины с россией памятник этот поставлен 1954 году посчитать до 1654 году объединились украины с россии но создал ее ленин да хорошо я думаю с этим понятно да там чему не державную почему мы говорим по-русски до харьковчане там сто процентов практически говорили по-русски до 14 года сейчас я думаю это будет меняться и активно особенно после 22 чему не державную там постоянно спрашивают у меня бабушка и правбабушка бабця-правбабця со мной сполковалась украинскую мову разговляла украинскую мову и батьками уже был русификованный и я николай в житии не разговлял украинскую мову но боя родинский союз был разумеете у нас от когда была еще харьков первой столицы до столицы в ссср у нас был допустим дом слова где были литературоведы драматурги украинские писали там по-украински знаете что с ними сделали в доме слова из жилых там 60 квартир 33 расстреляли человека из этого дома на 60 квартир 12 сослали в лагеря двое с собой покончили если вы слышали про крушельницкого такого да то есть его расстреляли четырех сыновей его расстреляли и дочку его расстреляли ну вот так как бы деукранизация происходила вот примерно таким образом понимаете так что до перешли на русские очень многие сейчас это будут возвращаться не переймайтесь да и что-то еще там было а кто-то пишет россии нужна безопасность и мы будем достигать ее даже ценой жизни украинцев ребяточки я конечно просто в офигене от этих заявлений вторая армия мира пятая экономики в мире такая боится страшно украину которая украина отдала в 94 году ядерное вооружение свое третий арсенал ядерного вооружения был в мире украины первую сша 2 у российской федерации 3 украины мы отдали его в 94 году российской федерации но видимо блин у когда россия не перестала после этого больше меньше боятся украины мы продали украина продала все самолеты стратегические ракеты вот эти все там какие-то баллистические которыми сейчас харьков сносят мой да это все продала украина российской федерации там за долги за газ там что-то ну неважно продала отдала свою военщину отдала россии продала то есть но все равно это никак не сняло беспокойство россии по поводу того что украина нападет украина самая беднейшая страна европы была насколько я помню там на 12-13 год потому что с болгарией соревновались по надушу населения то есть ну бедная самая нищая страна а россия наоборот да она триллионы получила денег от проклятого запада загнивающего который честно благородно отдавали за нефть до который там в одном и в одни моменты там 150 долларов за баррель стоило то 149 но все равно это не сняло никак беспокойство россии по поводу да надо по-прежнему боялась украины что дальше дальше мы подписываем договора границах с россией дальше мы подпишем большой договора дружбы с россией дальше мы харьковское соглашение делаем по поводу того что крымский черноморский флот у нас находится до сорок седьмого по моему года был продлен пребывание российского черноморского флота на нашей территории в крыму но это все равно не перестали все равно не снимает беспокойство и опасений за свою безопасность относительно украины российской федерации после этого мы отменяем призыв в армию тринадцатом году в 2013 году украина отменила призыв в армию сказала нам это не надо все у нас русские братья это я лично говорил в 2013 году у нас русские братья на запад сами почему-то хотят я не знаю на запад я не хотел и не хочу и никогда не был в европе ну вот как но все равно это не сняло уже армии нету не призывают в армию я в на самом году когда меня мобилизовали в а то я видел срочников которые не могли дебильнуться потому что им замена не пришла отменили призыв в армию поймете а тут война началась аннексия крыма но это все равно не сняло беспокойство россии по поводу того что угрожает им украина у нас тринадцатом году я посмотрел специально на министерство обороны на всяких вывшников на всяких этих самых блин как это называется и с бушником на все 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 что в погонах практически украина тратила 1 миллиард 800 миллионов долларов вы понимаете эту сумму нам сейчас вот вот сейчас едет этот зеленский в испанию там испания дает миллиард 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 100 миллионов евро просто оборужив помощью вооружений то есть это приблизительно такая же сумма как 1 миллиард 800 миллионов долларов понимаете у нас 61 миллиард так я все-таки про 13 но это все равно не снизило беспокойство когда мы отменили призыв в армию все равно это у нас был с бушник второе гражданство россии у нас был этот самый министр обороны второе гражданство россии у нас был янукович президент блин нафиг совершенно пророссийский гипок которого поздравлял постоянно путин с тем что это не принципиально это все равно не сняло беспокойство у нас в конституции было записано что украина это внеблоковое государство который не входит ни в какие военные блоки это было записано в 2013 году в конституции было отменено только в 2014 году в сентябре месяце уже при порошенко нет понимаете то есть мы от все это было и россия все равно боялась все равно боялась боялась это украину но ничего теперь я надеюсь вы не боитесь теперь мы отдадим вам поводы нас боятся за горизонтные радары разнесли уже два так точно может уже и третий вот этот раз хренячили я не знаю да сейчас вы понимаете вы я в четырнадцатом году я 12 июня 2014 года написал ровно на день независимости россии да помните что день независимости россии 12 июня раньше отмечался потому что россия первое суверенитет объявила над законами ссср в 1990 году а потом только украина так вот я 12 июня написал россияне говорю вам как украинец не на тех вы напали нахлебаетесь понимаете конечно он у нас много перебьете но блин вам кобзда российской федерации не будет существовать в самом ближайшем будущем я вам гарантирую все буду украина не переймайтесь